Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это теледебаты «Майдан». Сегодня мы работаем в необычном режиме. Сегодня мы будем говорить о том, что происходило и какие будут прогнозы. Конечно же, наша тема посвящена к COVID-19 и тому, что сегодня мы все, весь Кыргызстан, находится в трауре. Сегодня в Кыргызстане объявлен День национального траура. Сегодня наша тема звучит так. COVID-19. 1364 человека погибли от пандемии. Что это значит для нас, для всех кыргызстанцев? Это национальная трагедия. Могли ли мы их спасти? Это тоже вопрос. Сегодня обо всем этом мы поговорим с врачами. Мы специально сегодня собрали здесь у нас студии врачей. Мы сегодня будем говорить в онлайн-режиме. И поэтому все, кто сейчас находится по ту сторону экрана, они находятся в самых разных местах. Сегодня мы приглашали главного пульмонолога страны, талантника Сурумбаева. Но буквально за 10 минут до начала он сообщил, что у него собрание с министром. Сегодня они обсудили вопрос четвертого протокола, который будет внедрен в Кыргызстане для лечения людей, которые болеют ковидом и пневмонией. Сегодняшние эфирмы решили сделать на русском языке, чтобы было доступно всем. Поэтому те, кто может говорить на кыргызском, те, кто хочет комментировать этот эфир на кыргызском, те, кто хочет комментировать на другом языке, пожалуйста, оставляйте свои комментарии под нашими постами, которые мы будем сейчас уже распространять в социальных сетях. Я бы хотела рассказать о том, кто с нами. Это исполнительный директор Ассоциации семейных врачей и семейных медсестер Кыргызстана Сюимджан Мукеева. Добрый день. Она сегодня находится с нами на связи из Иссыкуля. Гульнара Исакова-Буубековна, доцент кафедры медакадемии пульмонолог. Спасибо вам, Гульнара Буубековна, за то, что вы в авральном режиме подключились к нам вот сейчас. Прямо сейчас закачали скайпи, вы выходите с нами на связь. Спасибо вам за то, что у вас есть что сказать нашим телезрителям, и вы делитесь той информацией, которая у вас есть, потому что это важно. И с нами на связи хирург, ургенотерапевт Ирмек Исмаилов. Ирмек сейчас находится в обсервации. Буквально семь дней назад он вышел из красной зоны. Он работал с людьми, которые заражены COVID, и ему тоже есть что сказать. Я бы хотела, Ирмек, с вас и начать, потому что вы человек, который вы проработали в красной зоне 15 дней. До этого я как-то брала у вас интервью, и вы говорили о том, что вам было страшно туда идти. Расскажите свои ощущения, что вы вот вышли из красной зоны, какая информация у вас есть для нас? Добрый вечер. Да, вы правы, мы, получается, уже 21 дней, получается, 14 дней уже работали, семь не в обсервации. Сейчас продолжаем свою вторую неделю обсервации. До этого мы с вами разговаривали, и я говорил, что немножко страшно из-за того, что нас там ждала неопределенность. После того, как я, мы вместе с коллегами зашли, получается, там в первую очередь было страшно с неизвестной болезнью бороться, но после того, как мы зашли, оказалось, что те же пациенты, которые мы до этого лечили, было неудобно именно средствами индивидуальной защиты. Но после второго-третьего дня мы уже адаптировались к новым условиям и начали бороться с коронавирусом. Хочу отметить вначале, что большинство из пациентов, которые к нам поступало, скажем, грубо говоря, 90%, это те люди, которые либо занимались самолечением, либо получали онлайн-консультации, после которого они не долечились и пришли к нам долечиваться. То есть они пришли где-то в середине болезни, у кого-то осложнилось свое состояние, а у кого-то наблюдалась положительная динамика, но в связи с тем, что они не прошли курс лечения, они как бы прошли с жалобами, что лучше не становиться, и мы с ними боролись в этом плане. Семиджан Татарановна, вы расскажите, пожалуйста, правильно ли мы лечили людей? Вот сейчас Эрмек не договорил, но он мне до этого говорил о том, что последний протокол, выстраданный жертвами, выстраданный нами всеми, последний протокол, он был верный. А до этого все протоколы почему были неверные? Ну, добрый вечер, во-первых, всем. Желаю всем не болеть, преодолеть этот коронавирус. Но, как мы где-то 7 июля с вами тоже на передаче говорили, что эта болезнь новая, вирус новый. Мы не знаем повадки этого вируса, мы не знали, какие будут клинические проявления. И жизнь показала, что клинические проявления коронавирусной инфекции очень разнообразны. Это обезьяна очень многих простудных и вирусных, в том числе, гриппозных заболеваний. Если мы в первые месяцы ориентировались на кашель, температуру, затруднение дыхания, то потом появилось множество других симптомов. И мы за это время, леча больных, наблюдая за больными, учились, как к ним относиться, как с этим вирусом бороться, как вытаскивать наших пациентов с тяжелых ситуаций. То есть мы учились на ходу, готового ничего не было. Это не только у нас. Все медики из всех стран мира столкнулись с этой проблемой, потому что инфекция новая, проявлений, кто не знал, готовых руководств не было. И это, конечно, наложило отпечатки на те руководства и алгоритмы лечения, которые были у нас утверждены в начале эпидемии в нашей стране. То есть вот первый выпуск руководства, второй выпуск руководства, там было очень много препаратов, которые, в общем-то, сейчас последним руководством совершенно исключены. То есть мы все медики учились на ходу. И это не ошибка. Это, знаете, у нас этот вирус застал врасплох во всех отношениях, естественно, и в отношении диагностики и лечения. Вот это создало определенные трудности. И, конечно, если мы уповали в основном с, так сказать, с подачи тех стран, где была очень высокая смертность, что нужно приобретать аппарат искусственный вентиляции легких, то сейчас мы, извините, на стопроцентном использовании этого аппарата мы не настаиваем. Почему? Потому что жизнь показала, что в редких случаях, ну, даже не в таких редких случаях, что аппарат или перевод больных на искусственный вентиляции легких приводит и ускоряет смертность. То есть это тоже мы только познали в процессе наблюдения, лечения за этими больными. Вот. И стали вытаскивать больных только на кислороде в основном. И это как-то уменьшило смертность. Это с одной стороны. То есть это все познавалось в процессе, так сказать, ознакомления с этим вирусом. И жаль, что многие, конечно, сегодня день памяти умерли по той простой причине, что вот этих знаний у нас первые месяцы не было. И мы использовали и искусственную вентиляцию легких, использовали разные смеси, капли. А хотя вот протокол по ведению легкой и средней тяжести там утверждает, там фактически никакого лечения не надо, особенно антибиотиками, гормонами, что все это усугубляет течение. Но, к сожалению, даже не до всех медиков дошло, не говоря о населении. Так вот, я считаю, что если я на всех передачах говорю, что коронавирус не гость, это уже пришедшее явление на оставшуюся нашу жизнь, и мы должны приспосабливаться, выживать в условиях контакта с этим коронавирусом. И я думаю, что вот эти руководства, особенно что касается легкого и средней тяжести течения, мы должны до каждого жителя нашей страны довести, что не надо искать больницы, не надо искать койко-мест в больницах, что легкая и средняя тяжесть течения. Если сатурация кислорода не ниже 90, можно легко лечить на дому. И не надо биться там, проверять себе на рентгене, искать пневмонию. Там нет пневмонии в полное понимание, что такое пневмония. И жизнь показала, что мы имеем дело с пневмонитами, а не с пневмонией. Той, которую мы привыкли лечить. И вот это понятие пневмонии, мы это опровергли только что, это не атипичное пневмоние, а именно ковидное пневмоние. Как раз от 7 июля говорилось, что не должно быть двойных стандартов в нашей стране. И вот группа, так сказать, медиков, в том числе и я, мы доверили, что с 20, да, с 23 июля мы ковидную пневмонию и атипичную пневмонию стали считать, что это стопроцентно ковидная. Вот это двойной стандарт, подход. И вот это понятие атипичной пневмонии, оно немножко, как бы сказать, дезориентировало, как медиков, так и населения. Люди понимали, а, понимание, и пойду антибиотик покупать. Покупали антибиотик, антибиотики третьего, четвертого, так сказать, порядка. И вот это вот приводило к тем осложнениям, с которым молодой доктор в стационаре как раз сталкивался, что это усугубляло течение, осложнение вызывало. Вот поэтому мы сейчас должны вот именно в четвертом руководстве конкретизироваться на том и четко давать нашему населению информацию о том, что можно, а что категорически нельзя, чтобы не усугубить и не ухудшить работу наших медиков. Знаете, то ли лечить, который пришел без осложнений, то ли лечить больного, который уже пришел явно с осложнениями не от того, что они появились, как же это, от самой ковид, а от осложнений, вызванных как раз приемом антибиотиков необоснованных, других препаратов, иммуномодуляторов, гормональных препаратов, которые... и еще капельниц, да? Вы сами сейчас, мы знаем, что капельницы вызывают в большей степени отек легких усугубляет дыхательную недостаточность. Там есть, должны быть параметры, когда можно капать, когда не следует капать и что с чем совмещать. Вот эти важные, так сказать, выводы, которые мы сделали в процессе наблюдения за этими больными, они... Ну, это плюс в наш багаж, в поведении, в дальнейшем лечении этих больных. Я так думаю. Спасибо большое. Гульнар Бобековна, вы только что вышли из заседания республиканского штаба, да? Не республиканского, по-моему, Минздрава, да? Где рассматривался именно этот вопрос. Как лечить дальше тех людей, которые заражены пневмонией и ковид? Потому что я знаю, что в эти дни уже практически дорабатывается четвертый протокол, по которому будут все врачи теперь лечить кыргызстанцев. Да, добрый день, уважаемые телеслушатели, да? Да, действительно, вот по просьбе Стаса Маратбековича, я буквально несколько минут назад покинула заседание вот этой рабочей группы, где собрались эксперты, потому что для того, чтобы принять участие в этой передаче. И вы видите, я нахожусь в маске, потому что я зашла просто на территорию клиники и вынуждена вот в таком виде присутствовать. Да, действительно, в настоящее время идет, ну, возможно, закончилось заседание экспертной комиссии, где обсуждается четвертый новый клинический протокол по ведению больных с ковидной инфекцией. Конечно, это протокол не для населения, это протокол для врачей, для того, чтобы выработать единую стратегию и тактику в плане лечения этих пациентов. Как уже сказали, что эта инфекция, она для нас, к сожалению, новая, да, и, возможно, вот за тот период, что мы с ней столкнулись, ну, были какие-то ошибки не в том плане, что мы неправильно лечили, да, а это ошибка, это вещи, которые приходят с опыта, причем не только с нашим опытом, но с учетом мирового опыта накапливаются данные, и все это приводит к тому, что вносит какие-то изменения в клинические протоколы, в клинические руководства для того, чтобы повысить качество оказания помощи этой категории пациентов. Очень важным моментом является то, о чем уже говорили, что необходимо помнить о том, что пневмония на сегодняшний день, она практически, ну, это стопроцентно ковидная пневмония, да, то есть диагноз пневмонии тоже приравнивает к диагнозу ковид, потому что, ну, сейчас не сезон для какой-то другой какой-то пневмонии, вот, и поэтому все вот эти моменты, они учены в новом клиническом протоколе будут, а также более подробно, наверное, расписано, это сделан упор на антикоагулянтную терапию, описано место глюкокортикостероидов, да, чтобы не злоупотребляли этими препаратами тоже, это уровень стационара. Глюкокортикостероиды показаны только для тяжелых больных при определенных показаниях, все это расписано в протоколе. Сделан упор на то, о чем, опять-таки, говорили, что антибиотики, они не являются препаратом номер один для лечения этой пневмонии. Это действительно не пневмония, а пневмонит, который имеет совсем другой генез и механизм, и, соответственно, антибактериальные препараты нужны только в том случае, когда идет присоединение вторичной инфекции. И поэтому в этом клиническом протоколе, опять-таки, четко будет прописано, в какой ситуации врач имеет право назначить антибактериальный препарат. Поэтому я еще раз обращаюсь к врачам первичного звена, к молодым врачам, которые еще имеют малый опыт работы, чтобы они очень осторожно относились к антибиотикам и не назначали их без показания. Также в этом клиническом протоколе отражено то, что мы говорим, эфизионная терапия. Четко прописаны дозы, в какой дозе пациент может получать препараты в качестве эфизионной терапии. Что действительно нельзя, как мы говорим, переливать, капать слишком много жидкости, иначе это может привести к отеку легких и, в общем-то, тоже к печальным последствиям. То есть, в общем-то, надеюсь, что в этом клиническом протоколе усилиями многих экспертов будут расставлены точки над «и» и четко прописаны вот эти основные моменты ведения пациентов, которые на сегодняшний день вызывают у нас затруднения. Ну вот у врачей, особенно первичного звена, когда не знают, то ли дать антибиотик, то ли капать гормон, то ли что-то еще. То есть, как-то, надеюсь, что этот клинический протокол, он поможет направить в единое русло лечения всех пациентов с данной инфекцией. Я бы хотела задать вопрос Эрмеку. Он, вот уже как лечащий врач, он знает, да, с чем столкнулись медики, когда к ним пришли уже залеченные люди, и они занимались самолечением, а некоторые люди слушали врачей семейной медицины, кстати говоря, которые советовали пить антибиотики, они назначали эти антибиотики. Есть у нас обращение известного травматолога, который тоже открыл стационар и говорил о том, что необходимо с первых дней принимать антибиотики. С какими последствиями вы столкнулись, когда вот пришли такие люди к вам? Да, к сожалению, наше население дезинформировало, это получается разное мнение наших медиков. То есть, как вы говорите, нашим известным травматологам было сказано, что надо было назначать антибиотики, хотя по протоколам, по третьим протоколам уже антибиотики нельзя было назначать на самых ранних этапах. Хотелось бы отметить, чтобы здесь, что критическое мышление нашего населения очень слабо развито, потому что нельзя слушать человека, который открыт коронавирусом антибиотики. И после этого говорит, что нужно назначать антибиотики. Работая с COVID-19 пациентами в течение трех месяцев не говорили, что надо назначать антибиотиков. А здесь, получается, после трех летнего стационара они уже на отношении, надо им читать информацию с достоверных источников. Что дало? С чем вы столкнулись? Да, вот, Эрмек, я поняла вашу мысль. Скажите, с чем вы столкнулись, когда люди пришли уже за леченые антибиотикам? Мы столкнулись с проблемой, что у нас препарат выбора уже не осталось. То есть, мы уже не... Чем лечить уже эти пациенты? Потому что они уже до момента поступления использовали очень сильные антибиотики, противовирусные препараты, после которого уже медикам как бы уже нечего дальше назначать. Но один момент был, что они эти курсы лечения не получили. Получается, они пришли, например, скажем, 7 дней получили. И они в связи с тем, что не улучшалось состояние, мы как бы в некоторых моментах продолжили то лечение, которое они получали. И после 10, 12, 13 дней они уже отмечали улучшение состояния в этом плане. И каждый раз, когда мы заходили к ним, они, получается, говорили, сказал этот травматолог это лечение назначать. Другой врач говорит, еще другого лечения назначать. То есть, пациенты постоянно спрашивали нас, задавали разные вопросы, которые как бы помешало заниматься основным лечением пациентами, получается. Вот мы, когда заболели, когда у меня ребенок заболел, я позвонила врачу ГСВ, то есть семейному врачу. Вот сейчас, Сюмджан, доктор, к вам будет вопрос. И врач назначил ребенку ацикловир. Ацикловир вообще назначается совсем, ну, я не знаю, это же противогерпесный препарат. Ацикловир она назначила ребенку. Но я, конечно, не стала давать, потому что я-то знаю, что такое ацикловир, да? И поэтому там, ну, я ребенку не стала давать и другие лекарства, которые она назначила. Почему такое происходило на первичном звене, когда люди не знали, куда обращаться, люди не знали, что делать? Они, естественно, звонили своим врачам. А когда врачи назначают странные лекарства, и приходишь в недоумение, что делать дальше? Почему так произошло? У что? У врачей семейной медицины не было вот тех протоколов, которые все время пишут Минздрав? Или же Минздрав не донес до врачей семейной медицины? Я бы на этот вопрос начала с того, ответ, с того, что семейных врачей у нас в стране не хватает. На 6 миллионов кыргызстанцев осталось полтора тысяч семейных врачей, 80% которых пенсионного возраста. Они все вышли из строя в процессе этой эпидемии. Все уже переболели. Они привлекаются в дневные стационары, семейные врачи. Они все являются членами мобильной бригады. Так что в центрах семейной медицины фактически, если один-два остается, это хорошо. А вообще есть в центре семейной медицины, особенно в Нарыне, в Таласе, где ни одного семейного врача нет. Об этом я 10 лет кричала со всех трибун, что наше население не имеет физического доступа к семейным врачам. Что такое полтора тысячи на 6 миллион? Извините. Посчитайте, сколько это приходит на одного врача. И из них, как я уже сказала, 80% молодых нет, семейных врачей. Это такая редкость. Когда я молодого вижу, я радуюсь. Потому что притока не было, зарплата низкая, надо было лечить очень много заболеваний, в отличие от узких стационаров. Это первая причина. У нас даже в благополучный период острейшая нехватка семейных врачей на уровне первичной звена. Это дефицит кадров. И явилось то, что каждый житель не мог достучаться до семейных врачей. Это первая причина, я считаю. Вторая причина, особенно для жителей Бишкека. Вот вы своих семейных врачей в лицо знаете? Вы знаете, кому вы приписаны? К сожалению, 90% населения Бишкека не знает, к какому семейным врачам, к какому ЦСМ они приписаны. И это трагедия. У нас народ привык с любой проблемой идти к узкому специалисту. А за рубежом без направления семейного врача ни один узкий специалист не принимает. Вот вторая причина, что нет приписки населения к своим семейным врачам. Они не знают, кто у них семейный врач. Это вторая причина. Третья причина, почему? Да, вот эти вот протоколы, алгоритмы лечения, они утверждались в Министерстве здравоохранения, но они своевременно не множились, в твердом варианте не доставались исполнителям. А онлайн, я сама весь март, апрель, май, июнь сидела онлайн, читала лекции по диагностику лечения ковидной инфекции для семейных врачей. Но знаете, сколько регистрировалось? Там нет свободных врачей, некому регистрироваться, все были задействованы. На блокпостах стояли, в обсерваторах, кто был? Семейные врачи. И поэтому их и так не было. И еще они были нарасхват. Вот теперь правительству, естественно, надо думать, кого готовить и что надо усиливать в первую очередь. Первичное звено. Это следующая причина. Почему? К сожалению, если протокол, утвержденный министерством, это еще не значит, что этот протокол сам по себе распространился и дошел до каждого исполнителя. Для этого нужно определенные условия и алгоритмы. Мы раздавали онлайн, раздавали, значит, электронные версии. Но при такой нагрузке, как вот наш молодой коллеги, если он 14 дней в запрете сидит, он имеет возможность доступа, открыть этот алгоритм там на работе? Да ему только голову прислонить от той работы, которую, извините, он выполнял. Поэтому они имели возможности своевременно ознакомиться с этими алгоритмами. Поэтому это тоже очень, так сказать, большая причина, что своевременно эти протоколы не доходили до исполнителя, не доходили. Они получали поздно. И это вот когда я говорила, вот такой приказ, вот такой протокол вышел такого-то числа, пожалуйста, запрашивайте руководителей, чтобы они вас обеспечили. Они говорили, прошло 10 дней, мы еще не имеем этих протоколов. Пожалуйста, повторите. Вот это, да, была проблема. Вот эти причины, я считаю, они явились тем, что фактически в центрах семейной медицины, вот я сейчас в Челпанате, извините, ни одного семейного врача совсем нет. Директор с сыном умерла, умерла, две сестры младшие, умер брат с одной семьи четверо, умерла. Ни одного семейного врача совсем нет. Инфекционисты и узкий специалист работают. В Челпанате славился тем, что и в хорошие времена тут врачей не было. У нас очень много точек таких, где врачей нет. На рынке от Баши там ни одного семейного врача в мобильных бригадах и везде работают средние медицинские работники. Это говорит о том, что у нас острейший дефицит именно семейных врачей системы. Неналадим мы первичку. А больниц там что? Больниц у нас много. У нас сейчас на сегодня Кыргызстан имеет около 25 или 28 тысяч койко-мест. И у нас самое высокое число госпитализаций, сколько было коллега-пульмонолог знает, да, 11, если может было. У нас еще резервы, койки были. И даже если мы построим новые больницы инфекционные, но не обеспечим их человеческими ресурсами, оснащением, оборудованием, эти больницы проблему не решат. Поэтому надо думать о подготовке кадров в первую очередь. Потому что кадры решают все. Нет кадра. Не будет выполнение. Согласны или нет? Да, Гульнар Бобековна, вы скажите, согласны или нет. И добавьте, с чем вы столкнулись во время вот этой вот бушующей практически эпидемии, которую мы все пережили в течение трех недель, когда все врачи были заняты тем, что консультировали онлайн пациентов, потому что выхода другого уже не было. Потому что люди некоторые умирали, не доезжая до больницы. Ну, я, конечно, согласна с Юрием Поктором с тем, что вот эта пандемия, она обнажила многие проблемы нашего практического здравоохранения, в том числе и слабое первичное звено, отсутствие кадров. Но надеюсь, что это все будет решаться, потому что, вы знаете, мы сейчас готовим семейных врачей, мы выпускаем в медакадемию. У нас есть подготовка по семейной медицине. То есть я верю в то, что вот эти молодые кадры, они вольются, наверное, в нашу систему здравоохранения, и все у нас в перспективе будет неплохо. Но сейчас нужно говорить, наверное, не о том уже, что у нас есть какая проблема, а что нужно делать сейчас, да? А с чем мы столкнулись? Ну, вот, допустим, я тоже как пульмонолог консультирую пациентов онлайн и сталкиваюсь с тем, что многие наши больные пациенты, они занимаются самолечением. То есть, с одной стороны, это самолечение, когда уже просто обыватели, простое население берут протоколы клинические, да, причем разных стран, что-то находят, сами читают, делятся друг с другом опытом. И вот это вот самолечение приводит к тому, что, ну, так скажем, в кавычках, залеченные больные неправильно леченные больные. И когда они уже приходят к специалистам, там действительно уже масса, ну, или осложнений, или более тяжелого лечения заболевания, потому что, по сути, ну, это неправильное лечение было. Вот. И поэтому, и другая проблема, да, то, что многие действительно говорят, я не знаю своего семейного врача, не знаю, к кому обратиться, и поэтому приходят лечиться самостоятельно или искать там вот в интернете какие-то телефоны и звонить. Вот. Поэтому я бы, я думаю, нас сейчас слушают все-таки простое население, наверное, да, у телевизоров. И я бы хотела обратиться к людям и сказать, что не нужно заниматься самолечением. В любом случае, вы должны обратиться к специалистам. Любой препарат должен быть назначен врачом. Сами вы можете делать только что. Это обильное питье, да, мы говорим, жаропонижающие, там, типа парацетамола при температуре для взрослых выше 38,5, ну, или хотя бы выше 38, если вы плохо переносите. Если меньше, даже жаропонижающие вам не нужны, по сути. То есть обильное питье. Самое главное, если у вас появились первые симптомы, это изолируйтесь от своих домашних, чтобы не заразить окружающих. Начинайте пить больше жидкости, наблюдайте за собой. И эти симптомы нарастают, потому что, вот Семжан Доктор тоже говорила, что легкое течение ковидной инфекции, оно даже не требует особого лечения. Оно, как это, пройдет само, без лечения. А наши люди при первой же там вот температуре один день 37 и 0 начинают бежать в аптеку, покупать антибиотики и там глотать их пачками. И умудряются даже получать внутривенно, внутримышечные. Вот говорил мой коллега тоже, да, который находится в красной зоне, что пока до стационара пациент заходит, он уже получил не один антибиотик. А антибиотик при этой пневмонии вообще никакой роли не играет. К нему есть четкие показания. Поэтому призыв к населению не заниматься самолечением и призыв к нашим докторам, первую очередь к молодым докторам, чтобы они тоже понимали, что это не пневмония, это пневмонит. И основное лечение здесь, это не антибиотики, да, это все-таки антикоагулянтная терапия. Потому что мы медики знаем, есть несколько направлений терапии, есть терапия этиологическая направлена на устранение причины, есть патогенетическая, когда мы действуем на механизмы, и симптоматическая, когда мы симптомы просто убираем, и палеотивная, когда уже тяжелым больным, у которых нет другого выхода, мы как-то просто облегчаем их состояние. И вот при этой инфекции у нас нет первого пункта, понятие этиологическое, к сожалению, нет на сегодняшний день доказанного противовирусного хорошего препарата. Поэтому у нас остается патогенетическая терапия, это антикоагулянтная, и симптоматическая, то есть по симптомной, есть показания для антибиотиков назначены, есть показания, если кашель, там свои препараты, и так далее, и так далее. А вот я хотела именно вам задать вопрос. Да, спасибо, я поняла. Гульнар Бубековна, скажите, пожалуйста, предыдущие протоколы, я не говорю о третьем протоколе, скольки страниц составляли? Сколько страниц было протоколов? Честно, стыдно сказать, но я даже не помню, сколько страниц было в этом протоколе. Ну, я знаю, 26 страниц, даже больше, чем 20 страниц было протоколов. Вы думаете, что эти протоколы будет сидеть человек, то есть врач, у которого буквально миллион людей в очереди, он будет сидеть и читать 26 страниц? Почему изначально Минздрав разрабатывал такие вот практически пласты, которые никто не читает, простыне эти с протоколами? Почему нельзя было изначально обозначить какую-то графику, какую-то таблицу ясную, хотя бы из одной из двух страниц протоколов, чтобы люди понимали, медики понимали, как лечить, что делать, как это было сделано в третьем протоколе? Может быть, не было столько жертв, как сейчас мы имеем? Ну, вы знаете, я с вами не соглашусь. Да, протоколы были объемные, согласна, сейчас протоколы еще больше будет по объему. Понятно, что у практического врача нет времени его внимательно читать. Но я могу сказать, что помимо протоколов были подготовлены алгоритмы, которые были буквально на одной-двух страничках. Я знаю, что они разрабатывались и знаю, что они спускались, но честно говоря, так как я не первичное звено, я не знаю, дошли ли они до врачей в конечном итоге, но то, что алгоритмы были разработаны буквально на одну-две странички максимально, я сама принимала часть в разработке алгоритм, они были, они должны были дойти до врача. Ну, давайте спросим у врача. У ургентного терапевта, который принимал людей и практически не спал, он на самом деле занимался консультацией до того, пока не зашел в красную зону. Несмотря на то, что он такой молодой, вот сидит перед нами герой, да, один из тех людей, которые не жалея своих сил работали все это время. Эрмек, скажите, дошли до вас эти алгоритмы и протоколы с самого начала? Когда вы консультировали людей, вы руководствовались теми протоколами, которые прописывал Минздрав? Здесь хочу отметить, что когда мы консультировали онлайн наших пациентов, которые к нам обращались, мы консультировали с целью разгрузить 118-103, у нас там сообразились очень прогрессивные наши коллеги, которые постоянно делились своими опытами. То есть этот алгоритм действия протоколов у нас был, но судя по тому, как наши коллеги говорили, что большинство врачам эти протоколы не дошли. С чем это связано, не знаю. Возможно, здесь нужно было и самим врачам инициативу поднять и искать эти алгоритмы и после этого как бы работать по этим алгоритмным действиям. У нас именно в группе, где мы консультировали, этот протокол у нас был. Из 26 страниц или другой? Нет, вот, который короткий. А, который последний, да? Да. Это третьего поколения протокол, получается? Это мы нашли после того, как мы друг друга спрашивали, да, то есть инициатива исходила от нас и мы сами нашли, получается. То есть, получается, Минздрав не донес, да? Не, можно я не донес. Да, пожалуйста. Дело в том, что, да, сказали верно, на 27 страниц, но дело в том, что протокол-то, он предназначен для всех уровней, для первичного звена, для вторичного звена, для третичного звена. Поэтому там были разделы. И, конечно, грамотный врач, он не вводит весь протокол от корки до корки, считай, да и мне, когда особенно те, кто работает на первичке, да, некогда. Но для первичного звена буквально одна страница. Легкая, средняя, тяжесть, тяжелое течение. Все там все расписано на одной странице. Это мы сделали так, чтобы он не терял время, имел бы этот листок алгоритма действий под глазами и согласно этому алгоритму действовал бы. Другое дело, что не все регионы имеют интернет, не все регионы могут распечатать эти вещи, извините, это обязанность руководителя поинтересоваться. Он же связывается же с Министерством здравоохранения. Он должен первый получать, он должен первый распечатать и раздать. Министерство не может это физически сделать, извините. И поэтому тут были, конечно, наверное, нарушения именно вот со стороны руководителя организации здравоохранения, которые, в общем-то, сами не знают, как его искать и что найти. Хотя поднять трубочку, позвонить и сказать, где можно поискать. Мы всем в СССР высылали, мы всем координаторам здравоохранения не высылали электронные варианты. Но распечатать на одну страничку это не так уж дорого. Можно, но я вот сейчас вот в Челпанате поинтересовалась, есть ли у кого-нибудь распечатка. Благо у меня на флешке были, я им оставила на компьютере. Почему? Потому что оно не оказалось рядом принтера, чтобы распечатать. Нет, распечатанного я не видела. Это о чем говорит, что эти протоколы до исполнителей не дошли. Хотя там не надо весь от корки до корки читать, каждый читает свой раздел. Кто работает в национальном госпитале, у него там свой раздел стационар, реанимация, тяжелый случай лечения. А все остальное, извините, все расписано по уровням. У нас все руководства по такому принципу создают. Ну вот смотрите, Гульнар Бубековна, опять вопрос к вам. Значит, если протоколы не дошли вовремя до исполнителя, до человека, который лечит людей, значит он лечил так, как он думал, так как он на ощупь практически, получается, лечил людей? Ну, понимаете, я не знаю, конечно, можно такой вывод сделать, наверное, но я согласна опять с Индианом Токторовым, что есть организаторы на каждом уровне, которые должны обеспечить работу. Понимаете, врач, он же не сам по себе в своем вакууме варится. То есть у него есть руководство, которое должно довести до его сведения вот эти все протоколы, алгоритмы и так далее, чтобы человека требовать, ему нужно сначала предоставить какую-то информацию. Вот, но и плюс, с другой стороны, понимаете, ну, наверное, как во всякой профессии, а в медицине тем более, мы говорим, мы всю жизнь учимся. Врач, он учится всегда. То есть нельзя что-то выучить за этим всю жизнь работать. Если пришла новая какая-то болезнь, то любой врач, прежде чем делать назначение, он должен был прочитать клинический протокол. Иначе это просто, ну, ну, так поступать нельзя, понимаете? Не зная, как лечить, просто так лечить. Поэтому здесь, наверное, ну, я не знаю, обоюда такая, ну, не скажу, что вина, но две стороны должны быть задуматься над этой проблемой. И врач на месте, и руководитель, который отвечает за этого врача. Сюнджан Докторина, скажите, вот еще один вопрос. Вы подняли очень-очень сложную тему. Это работа главных врачей на местах, в областных, в районных, даже в ФАБах. И вот до этого, где-то месяц назад я проводила эфир, и мы видели эту проблему, когда главные врачи, СИЗы и лекарства прятали у себя на складах. Для чего? Для какого периода, когда тогда уже бушевала пандемия? Вы же помните эти случаи? Да. Дело в том, что, знаете, вот само слово руководитель, отчет говорит, он должен вводить своей рукой и обеспечивать свою структуру самым необходимым. В чем была? Я часто выступала и говорила, что в первую очередь наш организатор здравоохранения, к сожалению, я бы сказала, временщики, которые назначаются под давлением депутатов, Белого дома. Даже министры не имеют права кого-то, извините, снять или назначить руководителем организации здравоохранения. Да, формально существует конкурс. Это отбор, но это формальный. У нас на все руководящие должности, извините, министры, сам не может назначать. Это я могу открыто сказать. А назначается все под давлением, вплоть до заведующих отделений в стационарах, все это сверху идет. И приходят люди, которые не знают саму систему. Вот, допустим, травматологом 25 лет работал, и он назначает директором ЦСМ. А он работу поликлиники, извините, не нюхал. И что он там может хорошего сделать? Это первое. Это первое, что у нас назначается сверху. У нас никогда не назначается. У нас сейчас нет резерва кадров, который был в советское время. Там взращивали будущего руководителя организации здравоохранения. А сейчас, если ты родственник любого депутата, тоже директор ЦСМ, директор территориальной больницы и так далее, никого никто не спрашивает. Это вот первое. И вот это оказалось на том состоянии здравоохранения, которое мы сегодня имеем. Это первое. Второе. Руководители здравоохранения, кроме организации лечебного процесса диагностического, он должен отвечать за качество этой работы. Но он это отвечает только тогда, когда он руководит обеспечением как человеческих ресурсов, так и всех необходимых вещей те же СИЗы. Почему врачи-переведчики эпидемиологи страдали? Эпидемиологи, которые должны были все врачи обучать, как одевать, как снимать, как вести себя и соблюдать институционный контроль. Они в первую очередь пострадали, эпидемиологи. Почему? Потому что руководители в свое время не позаботились ни о запасах масок, ни по приобретению средств индивидальной защиты этих же костюмов. И вы знаете, помните, вот месяц это что-то было, эпопея с масками, да? И то, что вы говорите, да. Ну, я тут за каждого не могу отвечать. Это говорит тот, кто прятал, не давал своим сотрудникам. Ну, это, я считаю, это враг. Не только своих сотрудников, своего коллектива, но и враг всего народа. Ко мне поступали звонки врачей семейных, которые в мае, в июне кричали, помогите, у нас нет элементарных масок. Я не говорю о масках высокой защиты. Мы, говорит, сами покупаем, зарплаты вовремя не дают. Мы на день, мне надо минимум 7-8 масок, я сама их приобретаю. Директор говорит, обеспечьте сами себе. Были такие случаи. И кричали, а про СИЗО, извините, первичное звено, не знаю, может сейчас, сегодня получают. До середины июля СИЗО на уровне привычной звена не было. Если было, то их давали не на один раз, а на 3-4 дня. Это, знаете, это нарушение инфекционного контроля в первую очередь. Это этот костюм средств индивидуальной защиты, одетый на два дня подряд, он уже сам будет источником этой инфекции. Вот в этом была наша беда. Ну, потом скрывали, что у нас и лекарства были, а вот отсутствие лекарств, поиск. Вот это вот страх людей остаться завтра без того-то, вот породила вот ту панику, которую наблюдалось у нас 2-3 недели назад, да. Любая аптека говорила, нет того, нет этого, даже процедуного не стало. И, конечно, у людей паника, что нету, нету. Были бы, свободно лежали бы, наверное, той паники не было. Точно так же со средствами недальной защиты. Я вот больше звонила, они говорят, семья доктора, мы рады, говорят, даже не получить вот эти костюмы члена мобильной бригады. Назвы хорошими эспираторами. Заражается в основном через дыхательные пути, да. У нас респираторов нет хороших. Это вот было буквально в середине июля. А вот то, что у нас смертность среди медиков до, там, 11 июля была низкая, а потом буквально за 7 дней она в разы выросла. Это о чем говорит? О том, что, видимо, средств инвентальной защиты было недостаточно. Мурат, может, подскажет, да, что они часто меняли свежие листья средства индивидуальной защиты. Да, расскажите. Мне вот это интересно. Мне тоже интересно. А как часто вы меняли? Давай так вам, да. Я зашел в красную зону вот 21 дней назад, получается, но там уже, у нас уже полностью обеспечивали. То есть мы каждый день уже меняли в этом плане. До этого, конечно, было, еще красную зону наши больницы не открывали, но было мало количества вначале, потому что, скорее всего, мы недооценивали этот вирус до самого последнего момента. Потом уже, в связи с тем, что количество пациентов начало увеличиваться, наши руководства уже стали побольше приобретать эти СИЗы. Вот высокая заболеваемость медицинских работников, особенно во второй половине июля, о чем говорит? Особенно на периферии о том, что этих средств индивидуальной защиты было мало. Это первое. Второе. Вот это двойной стандарт, атипичное понимание. Она, знаете, она снимает, что там коронавирусная инфекция, там COVID-19, да? Атипичное понимание, это атипичное понимание, к которому они привыкали все эти годы. А они к обслуживанию этих больных шли без средств индивидуальной защиты. И это привело к массовому инфицированию медицинских работников. Что, руководители не могли понять? Мы же кричали сперед ней, что атипичной понимании как таковой нет. Это ковидное понимание. Единственное, что она лабораторная, что не подтвержденная ПЦР-реакция. Но это 100% ковидная инфекция. Они на это атипичное понимание должны были идти полностью одетые в средств индивидуальной защиты, чего не было. Поэтому у нас пошла массовая зараженность медицинских работников. И вот ты как раз вот, я хотела у Игульнара Булбековна спросить, по-моему, это ваша организация, да? Вот ваша академия же потеряла волонтера, который работал на поле первые дни академии. Да, девочка-пятикурсница, да, у нас погибла из медакадемии. Вот вы тоже, оказывается, пережили смерть. На самом деле, и говорить о том, что они не были обеспечены СИЗами, тоже неверно. По-моему, они были обеспечены, да? Они были обеспечены всем, да. Просто, ну, вот так получилось как-то, я даже затрудняю себя сказать. Просто девочка до этого особо не жаловалась, да, как бы. Ну, у нее была такая форма про ткань заболевания, или она к этому не отнеслась достаточно серьезно, то есть молодой организм, она не поняла, что она больная. К сожалению, когда что-то случилось, то уже было поздно. А обеспечена СИЗами там была нормальная была норма. Ну, у нас погибших 1364 человека на сегодняшний день, на 30 июля 2020 года. Сегодня объявлен день траура. Вы, Эрмек, скажите, от чего люди больше умирали? Я расскажу, как и молодой врач, практикующий врач, свое видение. Конечно, по поводу лечения от того, что мы вначале не так лечили, как мы, как наши мои коллеги говорят, старшие коллеги, что мы учились на ходу, да, это нигде, ни в каком, ни в какой стране это бы люди не были застрахованы в связи с этим. Но хочу отметить еще одну тенденцию, что наше население в целом, оно не обследование. После развала Союза большинство людей из-за того, что наша система, которая существовала во время Союза, она рухнула, и со стороны, ну, как бы, они не проходили ежегодную медицинскую обследование. То есть у большинства людей мы не знаем, какие хронические заболевания есть. Если, например, в Италии умирали люди старше 80 лет, а у нас люди, как бы, средняя продолжительность жизни считается 65-70 лет. То есть наша уже, кому уже за 50, у них уже очень много хронических заболеваний, скажем, это сердечно-сосудистые, сахарный диабет, энокринологический. С этим, из-за того, что многие были не до обследования, имели много острых, много хронических заболеваний, и они, получается, из-за того, что лечились, занимались самолечением, это усугубило свои хронические заболевания, скажем, сахарный диабет, да, и врачи не успели спасти этих людей, получается. Ну, я бы хотела что добавить. Дело в том, что коронавирус поражает не только легкие, так как это все происходит в крови, поражаются эритроциты, разрушаются эритроциты, нарушается дыхательная функция, да, в целом, то при коронавирусной инфекции ни один орган не остается интактным. Поражается мозг, поражается сердце, поражаются почки, поражается печень, поражается кожа, и поэтому все известные заболевания, неизвестные заболевания при ковидной инфекции, они как бы просыпаются, и начинают, так сказать, обостряться. Люди об этом должны знать, и наше население не дорожит здоровьем, к сожалению. Почему? Потому что нас не учат быть здоровыми, да, это, так сказать, нас нигде не учат здоровыми, ни в детском стадике, ни в школе, ни в вузах, даже нас медиков не учат быть здоровыми. Это раз, и вот это вот пресловутое самолечение или лечение от того, что там сосед сказал, подруга сказала, это у нас вот тут глубоко сидит. Это, я считаю, это в первую очередь неуважение к собственному здоровью. Я как-то на передаче говорила, что здоровье человека зависит от самого человека на 85 процентов, и только от медиков зависит на 15 процентов. Вот эти 15 процентов мы должны обеспечить. Но если он курит, если он пьет, если у него ожирение четвертой степени, если он не соблюдает здорового питания, тут, извините, ни один врач ничего не может сделать. А у нас люди, привыкшие к такому мышлению, менталитет у нас такой, а заболею, пойду врачу и врач меня вылечит. То, что он годами зарабатывает эти болезни, да, врач никак не может за два-три приема убрать. Вот этого мы не понимаем. Надо нашему населению прививать, что здоровьем надо дорожить. И здоровье надо беречь в первую очередь человеку самому и надеяться на кого-то. Поэтому то, что, да, многие у нас не знают, что он гипертоник, потому что, извините, редко какой мужчина старше 35 лет сам зайдет и скажет, измерьте, пожалуйста, мне давление. Вы сами сколько раз ходили на измерение давления? Вот. Все курят, пьют, у всех ожирение третьей-четвертой степени, все злоупотребляют углеводистую пищу, оттуда и сахарный диабет. Раньше сахарного диабета среди киргизов такого не было лет 50 тому назад. И это говорит о том, что население, оно не дорожит здоровьем и не, как бы, не сохраняет, а наоборот часто разрушает, не потому что он хочет, а по незнанию, потому что никто не хочет быть его здоровым. Вот с этого мы должны начинать. Я думаю, что да, мы с этого должны начинать уже, если мы выживем, 2021 год. Начинать со здорового образа жизни. Я бы хотела отметить, уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. У нас Эрмек Исмаилов попросился чуть раньше выйти из связи, потому что у него еще один эфир, он нарасхват сейчас, тем более, что практикующий терапевт, он сейчас только что, вот практически 2-3 дня назад он вышел из красной зоны, сейчас находится в обсервации. Эрмек, вы можете прям подытожить свое выступление, а когда наступит время, вы можете выйти из связи. Хорошо, спасибо, что дали слово мне. Хотелось бы обратиться к нашему населению. Сейчас мы приезжаем в очень тяжелые времена и, пожалуйста, если вы обнаружили у себя первые симптомы коронавируса, пожалуйста, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к участковому врачу, к врачам, которым вы доверяете. Если в первых порах вам назначили антибиотики, сразу не начинайте употреблять, а поговорите с другими врачами, которые скажут, нет, у тебя легкое течение, тебе нельзя антибиотики. Поэтому будьте самокритичны и относитесь к своему здоровью очень, как бы, дорожите своим здоровьем и берегите себя, соблюдайте дистанцию. Спасибо большое, что вы приняли участие, но вы можете дослушать до конца. Я бы хотела, Гульнар Бобековна, вот вам тоже дать слово, вы можете, в принципе, тоже подытожить. У меня два вопроса, вы можете их тоже совместить, когда будете отвечать. Первый вопрос, сейчас что, эпидемиологический спад идет? Второй вопрос, нам необходимо ждать второй волны или это третья волна? Ну, вообще, вы знаете, если бы это итог, я бы тоже хотела согласиться с своими коллегами и сказать, что эта пандемия, она, наверное, разделит нашу жизнь на до и после, да, и мы должны, в общем-то, надеюсь, что мы достойно выйдем из этой пандемии, сделав ряд выводов. И прежде всего, это действительно отношение к своему здоровью, в первую очередь для населения. Нужно сохранять свое здоровье, начиная еще с молодых лет, да, чтобы, в общем-то, в случае какой-то тяжелой инфекции не было хронических заболеваний. Это один момент. Что касается спада, то, ну, насколько показывает статистика, да, и вот потом мы сейчас тоже консультируем больных, отмечается некоторое снижение активности, по крайней мере, пациентов, да, видишь, что уменьшает число заболевших, уменьшается число выявленных пациентов и уменьшается число тех, кто обращается до консультата. Это могу вот четко сказать по тем, ну, по своим наблюдениям, что то, что было еще неделю назад и сегодня, это уже две большие разницы. Количество пациентов в разы уменьшается. Поэтому хочется надеяться, что действительно, возможно, да, я не могу делать такие прогнозы, я не эпидемиолог. Возможно, какой-то положительный момент у нас начался в нашем. В отношении второй волны или, как мы говорим, до третьей волны, я тоже не могу строить прогнозы, да, потому что прогноз дело неблагодарное. Я считаю, что мы должны вот сейчас достойно выйти из той ситуации, которая есть, постараться удержаться в этой ситуации, да, и если будет, ну, опять-таки, прогнозы, что что-то будет, просто достойно подготовиться. Мне кажется, мы уже набрались такого опыта, да, вот за эти несколько месяцев, что мы боремся с этой болезнью, что если у нас были какие-то упущения, сейчас вот самое время сделать правильные выводы и как-то правильно организовать нашу дальнейшую работу. Я имею в виду работу, ну, здравоохранения, да, то есть предусмотреть те моменты, которые были не учтены, возможно, раньше. И тогда вторая или третья волна нам, наверное, будут не страшны. То есть я в этой истории хочу всем пожелать здоровья. Спасибо. Семенчана докторовна, вам слово, у вас две минуты. Ну, я присоединяюсь к тому, что сказали коллеги, но сейчас пошла такая какая-то некоторая тенденция к снижению, но это не значит, что спад. Нас ожидают еще осенний период, неизвестно, как ковид поведет, прогнозировать очень сложно, как снижение поведет этот вирус в осенний и зимний период, поэтому страна и система здравоохранения, медики и население должны быть готовы. В каком смысле? Должны быть запасы самых нужных, необходимых лекарств, чтобы не было вспышки такой паники, которую мы с вами две недели тому назад пережили. Запас лекарств самых необходимых минимум на три, максимум на полгода и год. Это, знаете, это создает уверенность людей, что он без лекарств не останется и вот такой паники не будет. Во-вторых, я уже везде это писала, что все врачи, будь он нейрохирург, травматолог, хирург, должны быть обучены диагностике и лечении ковида любых уровней, будь это стационар, будь это первичка, медсестры должны привлекаться, потому что их большая армия, в отличие от дефицита врачей, они должны пройти курс обучения, соответственно, вот этому новому протоколу по лечению, диагностике, чтобы они были готовы заменить вот этих наших истощившихся врачей, которые воевали полгода с этим коронавирусом. Россияне уедут, а кто придет? Значит, мы должны готовить систему. Это второе. И, ну, строительство больницы – это нужная вещь, но я считаю, что на сколько мест достаточно, то есть Министерство здравоохранения должен знать четкий план, какая больница должна перепрофилироваться при увеличении числа больных, потому что, ну, тут осталось два-три летних месяца, я не знаю, мы сможем ли, как в Китае, за месяц-два построить больницу, знаете, хочется верить. Поэтому я бы хотела, чтобы и население, и медики были готовы ко встрече, я не скажу, с новой эпидемией. Почему? Но вирус, он пришел, он никуда не уйдет, мы должны с ним жить, сосуществовать, и мы должны, так сказать, приспосабливаться друг к другу. И, естественно, мы должны выйти с честью в борьбе с этим вирусом. Я бы желала здоровья, не болеть, но не думать, что это временное явление, что это гость, завтра уйдет. Все, он появился, он будет с нами всю оставшуюся жизнь. В общем, мы должны победить этот вирус. Спасибо вам большое, что вы приняли участие в нашей программе. Это были теледебаты Майдан. Мы немножко переформатировали сегодняшний эфир в связи с ситуацией. Я бы хотела бы знать, что у нас сегодня в студии были исполнители, то есть на связи в студии были исполнительный директор ассоциации семейных врачей и семейных медсестер Сьюмджан Мукеева. Она работает из Челбанаты. Гульнара Исааковна Бубекина, доцент кафедры медакадемии. Она же пульмонолог. Она консультировала в течение всего этого периода очень огромное количество людей. И вот ургентный терапевт Эрмек Исмаилов, он сейчас покинул нас, но вот особо благодарность Эрмеку за всю его работу, как он работал и волонтером, а потом он вошел в красную зону и работал уже с ковидными людьми. Сегодня мы говорили о том, что 1364 человека погибли от ковид. Сегодня наша страна находится в глубоком трауре. И наша редакция, редакция Говорит ТВ, а также я лично. Мы приносим, я не знаю, глубокие соболезнования родными и близкими погибших. Я не знаю, как выразить ту боль, которую чувствуем каждый из нас, когда мы видим каждый день статистику данных Минздрава. Но это вирус пришел к нам. Как сказала Сьюмджан Токторовна, нам нужно научиться жить с этим, и нам необходимо победить этот вирус. И все зависит только от нас. Мы, люди, мы должны хотя бы сделать шаг к тому, чтобы победить этот вирус. Мы должны встать и мы должны научиться действовать по тем протоколам, которые создает Минздрав. Хотим мы этого или нет, но мы должны довериться врачам, Минздраву, который работает. Они действительно работают, и нам необходимо тоже это признавать. Хотя, конечно, критики очень много. Спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что вы были на связи. Уважаемые телезрители, на этом программа Майдан завершается. Спасибо вам за то, что вы были на связи на связи. До свидания. До свидания. До свидания. Саламат Сандарова. Эти где Майдан.